Привет! Сегодня смотрим на нож от компании Ганза. Там коробочка, чехольчик, это все стандартно. Вот он, в общем-то, сам нож. Я думаю, что вы узнаете, на какой же нож он очень похож. Давайте, в общем-то, в двух словах вернемся к истории компании. Вообще, китайский бренд Ганза был основан более 20 лет назад в городе Янзян, провинция Гуандун, в общем-то. Но я думаю, что мало кому известны эти города и провинции. Но, в общем-то, что мы можем сказать, что 20 лет существует компания. И что же она, в общем-то, заявляет? Они заявляют, что их популярность ножей, мультитулов, точилок с логотипом Ганза обуславливается тем, что компания не стесняется заимствовать лучшие наработки других именитых производителей. В общем-то, я думаю, понятно, да? Впрочем, продукция Ганза ни в коем случае не копии. И, в общем-то, беря свой актив все лучшее, компания дополняет модели ножей, мультитулов, точилок новыми практичными деталями. Но, на самом деле, я не могу поспорить с этими заявлениями, потому что, действительно, действительно, нож дополнен новой деталью. Причем, кстати, наверное, более практичной, чем у оригинальной модели. То есть, в общем-то, Аксис Лог, ну, в общем-то, если приловчиться, то он в использовании ничем не хуже, да, даже, наверное, и лучше. Он надежнее и, в общем-то, здесь ничего не наминает. То есть, в принципе, да, пожалуй, Аксис Лог – это, как бы, самое такое заметное изменение, и это шаг вперед. Также здесь стоит заметить, что клипса переставляется только на две стороны. Это кончиком ножа вверх, но это особенность, скорее, замка Аксис Лог, где невозможно здесь расположить адекватно клипсу. Хотя, мне кажется, что если бы очень захотели, может быть, и смогли бы. Но никто, в общем-то, с этим не заморачивается. То есть, клипса только кончиком ножа вверх – это, как бы, такая особенность, ну, для левши и для правши. По цветам рукояти здесь есть у нас разные варианты. Есть вариант черный, зеленый, оранжевый и вот такой вот камуфляж. Причем этот камуфляж отличается от камуфляжа Спайдерка, например, Милитари. То есть, видите, да, камуфляж несколько другой, то есть, он, как бы, не заимствован на 100%. Вот, он немножко другой. Кстати, посмотрите, вот это болтик от Спайдерка Эндуро, потому что болтик от Милитари немножко у меня один износился, все остальные болтики родные. Так вот, вот, посмотрите, здесь у нас тоже, как будто бы, от Эндуро винтики, да, вот эти вот. По внешнему сходству, как бы, они вот таковы. Эклипс, в общем-то, достаточно удобная, то есть, по форме к ней вообще нареканий никаких нет, по жесткости тоже все очень-очень адекватно. Интересно, сделаны бонки, то есть, все вообще, в принципе, качественно. Вы сейчас можете видеть, что внутри есть скелетизированная конструкция у рукояти, то есть, выпилены внутри рукояти, то есть, обеспечивается все-таки меньший вес данному ножу. Удобно, удобно ложится в руку, то есть, здесь все, в общем-то, я думаю, знакомо вам всем, должно быть насечка несколько менее выраженная сама по себе. И, в общем-то, я не скажу, что она как-то особо чувствуется, то есть, она больше, так скажем, для дизайна, но по ощущениям насечки будто бы нет. То есть, палец она, ну, мой лично, по крайней мере, вообще не держит, здесь у нас также насечка отсутствует. По внешнему дизайну сделан он интересно, этот Firebird G729, да, кстати, сталь здесь используется 440C, твердостью 58 единиц по Rockwell, но, опять-таки, учитывая стоимость данного ножа, я считаю, что это невысоко. То есть, компания Benchmade говорили, что наши ножи дорого стоят во многом, потому что у нас, например, крутой замок, дорогой и высокотехнологичный. Ну, вот вам Ганза говорит, что могут ножи с таким замком стоить недорого. Клин в данном случае чуть-чуть не по центру. По поводу люфтов, ну, минимальный какой-то люфт присутствует, но это учитывайте то, что этим ножом я уже стучал прям обухом. То есть, вполне допускаю, что изначально люфта не было, по-моему, изначально его, ну, прям не было вообще, а сейчас немножко разработался нож и чуть-чуть люфт все-таки появился. Вполне возможно, что я просто подтяну, тут и клин по центру идеально встанет. Давайте взвесим данный нож. Что у нас получается по весу? 113 грамм. Ну, вполне неплохо. Значит, по обуху у меня получилось 3,1 миллиметра, а сведение у меня получилось 0,4 миллиметра и даже почему-то ближе к 0,3 к кончику. То есть, немножко он как будто бы уменьшается сведение. Ну, наверное, не как будто бы, а так и есть. Это то, что я вижу с помощью штангенциркуля. Значит, вот такие вот его габариты примерно. Вы можете, чтобы оценить, давайте как-то их положим по-другому. Вот так вот положим, чтобы, может быть, будет нагляднее. Ну, габариты, я думаю, опять-таки, всем хорошо знакомы для этого ножа. По длине клинка где-то здесь в районе 87 миллиметров, а по длине режущей кромки, по прямой вот так замеряю, где-то в районе 78-79 миллиметров. Общая же длина составляет где-то в районе 208 миллиметров. Ну, это то, что вот я могу заметить собственными глазами. Опять-таки, по материалу здесь используется у нас G10. Насечка адекватная. По ощущениям, ну, чуть-чуть отличается от насечки Military. Чуть-чуть отличается, трудно сказать. Скорее всего, чуть-чуть злее, наверное, самую малость. Ну, это очень минимальная разница. Опять-таки, большое ответствие для темляка. Ну, я думаю, все это понятно, откуда взялось. Выглядит нож... Выглядит нож хорошо. Что тут говорить? Благо, что они не пишут здесь название другого бренда. То есть, они не пытаются сделать подделку. Они пытаются выпустить свой нож, пусть и откровенно, так скажем, взяв чужой дизайн. Но я, в общем-то, такие ножи намного больше приветствую, нежели поддельные. То есть, они, по крайней мере, не вводят никого в заблуждение. То есть, да, мы взяли дизайн, да, мы чуть-чуть его изменили там минимально, для того, чтобы, может быть, даже не нарушить какие-то там авторские права. Хотя, мне кажется, как тут их не нарушить? Но в любом случае, я считаю, что взяли, сделали, молодцы в данном случае. То есть, вот такой Китай еще можно поддержать. И, кстати, Ганза – это, наверное, такой китайский бренд, который я из всех вообще китайских брендов уважаю больше-больше всего. Как-то так. Ссылки будут в описании под видео. Надеюсь, вам было интересно. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok